Танечка Моя дорогая, вы могли бы убрать вот этот синяк страсти на лице? Танечка, у актрисы всегда должно быть на лице что-то от страсти. У меня синяк. Боже мой, это я сегодня утром шла за кофе и долбанулась о косяк. Я вчера вела всю ночь корпоратив у одного магната. Черт, я надела эти очки. Ну, Танечка, а что делать? Пока приглашают, пока платят деньги. Надо ходить же, правда. Боже мой, он говорил. Я так думала. Судя по тому, что он говорил, что он нефтяной магнат. Да, потом выяснилось, что он качает это канализационное. Вы что? Фу, он мудрец. Нефть и газ скоро закончат. А то, что качает он, пока мы есть. Танечка, скажите, какую стерву я сегодня играю? Конечно, стерва. Это у мужчин он плод. Герой-любовник, злостный убийца и сумасшедший пьяница. У женщин стерва, что бы ни играло. Стерва, только все от возраста зависит. Стерва молодая, стерва с опытом, стерва клиническая. Танечка, не могли бы вы мне что-нибудь сделать с лицом? Боже мой. Танечка, ну я хочу помоложе выглядеть. А мы делали это с вами. Танечка, боже мой, неужели вы забыли, как мы с вами играли в каком-то спектакле? Боже мой, я не помню название. Мы играли с вами и бабушку, и внучку. Вы мне так затягивали сзади волосы. Ой, я просто, я была младенцем новорожденным. А когда опускали, у меня... У меня за спектакль уши несколько раз встречались. То на затылке, то на носу. Кто к нам явился? Надежда театра, звезда экрана. Здравствуйте, Анжелочка. Здравствуйте, Сайя. Вы потрясающе выглядите, Анжелочка, да? Несмотря на вашу сумасшедшую молодость. Да, Анжелочка, я... Какой повод? Вы выглядите потрясающе. Вы сделали очередную подтяжку? Как жутчу. А что вы плачете? Как вы сказали? Ребенок? Подождите, как ребенок? Вы беременны? Танечка, вы беременны? А я ничего не знаю. Как? Вы сказали, что вы со своим Борюсиком никогда не видитесь. Как вы беременны? Дедочка, и уже шевелится? И я не знаю. Ребенок же не геморрой, правда? По-любому же проявится, деточка. Моя дорогая. А что вы плачете? Это же радость. Как Борюсик хочет знать, кто отец ребенка? Анжелочка, скажите, это больше волнует вас или его? Скажите, что подкинули. Что-то, моя дорогая, о моем умении разговаривать с мужчинами знал весь театр. Да что в городе знали. Передавали из уст в уста. Однажды мой муж достал меня, прекрасно обнаженный. На руках и безобразно голову мужчин. Он открыл дверь и опа. Я орала, закройте дверь. Ты мешаешь нам репетировать. Мы репетируем сцену в раю. Адамы ели. Он так растерялся, Анжелочек. Он кричал, а где же тогда змеи скусите? Где яблоко, где фиговый листок, в конце концов. Я говорила, змеи скуситель был в бутылке. Мы ее выпили. Яблоком закусили. А ты потом скажи, какой фиговый листок может прикрыть эту прессу? Только лапуха. Понимаете, а лапуха в раю не могло быть. Это сорняк. Что-что. Я была убедительна. Он закрыл дверь, и все было исчерплено. Данечка, сделайте что-нибудь с лицом. Пока оно не нарисовано, я как вампир не отражаю в зеркале. Анжелочка, почему опять слезы, девочка моя? Почему? Боренька хочет присутствовать на родах? Дайте мне трубку, я с ним поговорю. Дайте, дайте. Алло. Боренька. Здравствуйте, солнце, мы Серафима Александровна. Да, узнали. Боренька. Мне сказала только, что Анжелочка, что вы хотите присутствовать при родах. Правильно? Лучше бы присутствовали при зачатии. Ой, по-моему, я хорошо пошутила. А Анжелочка бесконечно рассказывает о вас. Да, она говорит, что вы лучший мужчина в мире. Когда говорит? Ну, когда вас с кем-то сравнивает. Ой, по-моему, я сегодня ударю. Не обижайтесь на старую дуру. Боренька. Мне сказала Анжелочка, что вы хотите присутствовать при родах. Мне кажется, если вы меня послушаете, это глупость. Знаете что? Вы все вечером увидите в новостях. А потом мы с вами выпьем. На брудер-шат. По телефону. Я вас целую, мой дорогой. До свидания. Анжела. А когда вам врачи назначили рожать? В мае? Нет. Анжела. Это не может быть. Это вы никак не можете. Вы сорвете примерные спектакли. Нет, нет, нет. Лето придется потерпеть. Нет, ну где-нибудь в сентябре, в октябре, пожалуйста. Летом гастроли. Мы себе не принадлежим, дорогая моя. Мы принадлежим театру. Мы принадлежим зрителям. Ну, Анжелочка. Это только зрители решают. Когда нам рожать? Когда нам играть? С кем нам спать? Кого любить? Когда нам болеть? Когда нам умирать? Только зрители решают. Когда нам аплодировать? И только зрители решают, когда опустить занавес? И провожать в последний путь последний аплодисмент. Ну, что, что-то был звонок. Пойдем, наставим звонок. Третий звонок. Вы сегодня играете Офелию. Я королева-мать. Я тоже когда-то играла Офелию. Вы тоже когда-нибудь играете королеву-мать. Ну, что, девочка, вперед. Возьмите шлейф своей королевы. И вперед, дедочка, на сцену.